В трех районах Харьковщины запасов угля практически нет. На двух харьковских ТЭЦ его хватает пока лишь на месяц работы. Об этом сегодня сообщили чиновники в ходе коллегии в Харьковской облгосадминистрации. Несмотря на то, что в ХУГА уверяют, что область готова к зиме на 90%, есть ряд проблем, которые до сих пор не решены. Главными из них остаются поставки угля на Змеевскую ТЭЦ и ТЭЦ-2СХАР. По словам заместителя председателя ХУГА Евгения Шахненко, в данный момент они рассматривают варианты аварийного тепла и водоснабжения поселка в Комсомольске и СХАР, а также вопрос выделения дополнительного объема газа для двух ТЭЦ. Решается вопрос выделения змеевской электростанции дополнительных лимитов газа, который в случае нужды будет использован при производственном процессе. В областной администрации предусмотрен и на крайний случай запасной вариант аварийного тепла и водоснабжения жителей поселка Комсомольский от котельной Змеевской овощной фабрики. В свою очередь руководители Змеевской ТЭЦ и ТЭЦ-2 убеждают, рисков никаких нет. На прошлой неделе на Змеевскую поступило 15 тысяч тонн угля из России. В данный момент запасы составляют 37,5 тысяч тонн, чего хватит на месяц. Кроме того, говорит директор ТЭЦ Игорь Бабенко, в ближайшее время они ожидают еще более 20 тысяч тонн угля из России, а также из Донбасса. А в ноябре придет первая баржа угля из ЮАР в количестве 160 тысяч тонн. Таким образом, запасов хватит на весь отопительный сезон. Правда, с учетом работы только одного энергоблока. Мы для Змеевской ТЭЦ нам выделяются лимиты в количестве 800 тысяч нормальных метров кубических газов в сутки для того, чтобы, если уже не будет полностью угля, этот расход газа позволит нам держать блок стой нагрузки, который будет обеспечить поселок тепло. О заключенных договорах о поставках угля в ближайшее время говорят и на ТЭЦ-2. Заключены договора на территории Донбасса, 4 контракта заключено и 2 контракта Кузбасс-уголь-Кемерово-уголь. Это средняя поставка 45-40 тысяч тонн на месяц. На сегодняшний день есть проблемные вопросы. Опять же, невыплата энергорынка, возврата 107 миллионов долга у нас. В ХОГА говорят, из-за недополученных дотаций от государства в размере 261 миллиона гривен, Харьковские КП не могут рассчитаться за использованный газ, из-за чего растут уже их собственные долги за остальные услуги, такие как вода или энергоснабжение. Я думаю, что мы вместе должны подготовить обращение к министру энергетики относительно необходимости погашения задолженности ДП «Энергорынок» перед предприятиями Харьковской области. Это позволит ТЭЦ-5 и Харьковским тепловым сетям, так, господин Андреев, погасить свои долги отчасти. Я правильно понимаю? Поэтому, Елен Дианович, пожалуйста, сегодня подготовьте такое обращение, я переговорю с министром, он в виде телеграммы отправил. Также в ходе коллегии прозвучала информация о сложной ситуации с износом котельных и обеспечением углем в трех районах Харьковщины – Боровском, Харьковском и Кигичевском. В частности, в последнем из запланированных на отопительный сезон 200 тонн угля еще нет ни одной. А потому губернатор поручил провести там служебную проверку госзакупок топлива с участием финансовой инспекции и прокуратуры. Мое поручение следующее – назначить служебное расследование, возглавите вы лично комиссию и доложите мне лично, относительно почему в срок не выполняются наши поручения. Еще раз повторюсь, распоряжение подготовки к отопительному сезону было подписано в апреле. Кроме того, в ХОГА пообещали усилить контроль над главными должниками области по оплате ряда коммунальных услуг и выплате зарплат сотрудникам. Так, крупные суммы своим работникам задолжали КП «Харьковские тепловые сети», «Жилкомсервис» и «Харьковводоканал». К слову, по этим предприятиям уже существуют уголовные производства, которые расследует прокуратура. Руководители данных КП подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также присвоении имущества и растрате бюджетных средств. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.